и всем приветики и снова я начинаю свой вложек и конечно же беру вас вместе со мной так что мой день начинается ну и мы погнали как я и говорила мы добрались до озера решили прогуляться почему бы нет день сегодня просто обалдеть какой солнечный теплый и природа я уже сто лет не было возле водички поэтому захотелось что-то где-то посидеть погулять на озере тем более недалеко на моем районе возле моего района их аж целых два одно немножко благоустроили поэтому люди сюда конечно же приходят отдыхать что сделали и мы это лядусь а кто не знает еще собакин чей-то бегает и вот как видите людей достаточно много есть беседки но они все заняты да они платные узнать сколько стоит это надо позвонить по телефону но они реально все-все заняты даже люди вон и на травы чеки отдыхают а мы носили свободную лавочку и решили себе устроить праздник будем пить просекку вот такой взяли с клубничкой покупали 150 за килограмм попросили мужчинку открыть бутылку на соседние лавочки спасибо ему большое так как у меня какая-то боязнь открывать шампанское постоянно кажется что эта пробка куда-то полетит в общем пьем свою просветку запиваем кофе очка я пройдусь покажу что еще и здесь и как решила все-таки снять вам такой небольшой мужик и полюбоваться этой красотой а напишите вы в комментариях у вас недалеко есть какие-то водоемы и озера часто вы их посещаете или нет люди с кальянчиком даже сюда приезжают но почему бы и нет мы немножко отдохнули посидели понаслаждались видами озера и решили прогуляться по кругу посмотреть вообще инфраструктуру этого озера узнали цены на беседку вот такая беседочка обходится 600 гривен делите на 40 получите цену в долларах на будках я так подозреваю что наверное они будут дешевле но это не точно купаться в озере естественно запрещено но странно в прошлом году когда я здесь была здесь были уточки а сейчас их нет все беседки абсолютно все заняты солнышко села и уже люди начинают расходиться но тут и мангалы есть кстати мангалы входят стоимость домика единственная как всегда наверно угли или дрова это уже за отдельную плату что скажешь как тебе здесь и в принципе не сильно далеко от моего дома а а вон у . кстати вдалеке плавает чайки по моему летают над любым водоемом ой даже голуби еще не спят шашлыки подстилочки а я не знаю кто это так что люди отдыхают и даже здесь меня узнали приятно это наверное уже люди ее освободили конечно некоторые за собой оставляют срач и я-то не поддерживаю пойдем на ту сторону озера там вроде бы и столы стоят а может быть еще доставили беседок боже люди куда ты спустилась я туда никогда в жизни не спущусь ни поручни не забора не перил боже ребята я просто боюсь высоту и туда нет 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 спасибо я туда не пойду красивый же к комплекс расположен возле озера наверно прекрасно проснуться утречком выйти на балкон взять чашечку кофе и наслаждаться шикарными видами на озеро но здесь наверняка я считаю что нужна своя машина если без машины общественным транспортом сюда добираться наверно неудобно уже какие же здесь витают запахи шашлычные и вкусные никто не поэтому мы тут уже не будем задерживаться даже вот люди смотрите просто на полянке машинами приезжают и отдыхают но все-таки мне не покидает желание приехать сюда или в другое место с подстилкой возможно мы с тобой еще съездим гидропарк и там сделаем сосиски или колбаски на мангале хотят и позагораем да есть у нас с олегом всегда мы брали покупали одноразовые мангалы которые ну вообще не наносят никакого вреда ни костры не надо полить ничего и вот с ним и поедем гидропарк а может быть вернемся и сюда здесь тоже есть беседки но они какие-то другие и мне кажется все таки вот эти бесплатные потому что нет ни номера телефона не номера беседки ничего такого нет но с этой стороны озеро уже не беседки полноценные домики от снега и ветра и солнца защищены принципе логично также на территории есть указатель туалет где он я не вижу и бесплатно он или платные тоже непонятно люди еще отдыхают здесь бытовочка где находится сотрудник и охранник а туалет насколько я помню здесь биотуалет я так понимаю но я его не бачу а вот он все туалет есть правда на нем висит замок ну сто процентов да надо у охранника просить ключик и он такой необычный какой-то приезжает сюда на мать боже какие дома красивые частные там смотри наверху стоят но машин очень много прям очень а мы уже будем уходить так как солнышко зашло и становится чуточку прохладно тайном еще до дома идти пару километров а может быть и больше а я решила зайти в алюбалу ванну полуфабрикаты заморозки разные знаете хочу попробовать напишите может кто-то пробовал замороженные супчики нет не вот эти порошковые а именно замороженная солянка концентрат то просто разбавляешь водичкой кипятишь и готова так работают до 8 может быть себе чтобы куплю добрый давайте побачим что тут есть чебуреки с рыбой чебуреки с рыбой первый раз вижу пиццы бургеры котлетки булочки у солянка все бачу качинофиле колбасы пельмешки и цветные круто перцы фаршированные разные котлетки тюфтельки колбаски блинчики бандерики а вот какие блинчики длинные красиво завернуты фитнес даже есть с солодким сыром сырнички сырнички вообще тут по моему 4 видов с родзинками бананом просто сырники из сыром были солененькие такие вкусные и зеленью со шпинатом варенички а вот все шутки у вас а киши а киши а а так, понятно а вот это? это еще при нем гуглица готовится ровно это портепляное пюре а то есть просто пюре с мясом будет? вообще круто вообще круто черные пюльмени с бараниной круто и цветные а если что, супчики замороженные у вас есть? да, солянка, борщи солянка там и вот такие прям шпинат дать? а сколько такие супчики гривень 170 за вашу 170 ну нормально с солянкой мне не повезло, да? есть, есть солянка так солянка это одна порция? а я видела у вас такие в пакетках были нет самая солянка в таком понятно я даже вам дякую а тут у нас ему розовое и моти кстати, мне моти не зашло вот честно не мой десерт 56 ривен в штучках ну и цены нажимаете на стоп и приближаете дякую вам, голоди нечего не купила зашла цветочная мне надо суммеш для орхидей купить 85 гривен стоит и смотрите, можно купить сирень красивые букетики ой, какие желтые розы 65 гривен штучка полтора доллара где-то розовые красивые белые по 80 вот такие обожаю маленькие как будто чайная называется а сирень 20 гривен веточка а а а а а а а да а Субтитры делал DimaTorzok 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 Еще будет большой выбор пасок Субтитры делал DimaTorzok Новая какая-то фирма появилась 56 гривен На два раза ему хватает Поэтому питается он два раза в день Утром пол консервы Вечером вареная курочка Ну и сухой корм Всегда у нас стоит Круглосуточно Сухой кушает Я сейчас гуляю по проспекту Берестейский Это бывший проспект Победы Сейчас это Берестейский И подошла к вот такому Сан-Франциско Это ЖК Жилой комплекс И здесь Супермаркет Ультрамаркет Бывший мегамаркет Хочу зайти Посмотреть Цены на пасочки Да и вообще На продукты В других районах Киева Просто для меня Такие огромные Супермаркеты Непривычны Так как на моем районе Ну в принципе Я привыкла там ходить В АТВ Или в Сильфо Это магазины у дома А здесь конечно Выбор я уверена Будет гораздо больше Ну и наверное Все таки дороже Поэтому давайте Смотреть Ой Ну уже отсюда Я вижу Как все красиво Так Фермерская Органичная Ну 40 капуста Она в принципе И у нас 35-40 стоит Овощи Ой Помидорчиков Сколько 130 За упаковочку 110 102 Поделим на 40 Получаемся Ну в долларах Коктейльные 150 Ну у меня На районе 115 Я брала Авокадинки По 70 По 66 Все красиво Выложено Так что В общем Ага Давайте на яйца Посмотрим цену Это витринка С Ясен Свит Которую я кстати Тоже покупаю Покупаю Всегда Справжные Велодни Последнее время Начало Правда Полтавские Покупать Но Нет у нас Макс Ясен Свит Иксель Размерчик Мне что-то Хотелось Посмотреть На этот Размерчик Ну да Ротненькие Здесь Здесь они стоят 48 гривен И 44 Велодни стоят Я чуть-чуть Дешевле Покупаю Но есть Для меня Новиночка За 50 гривен 12 штук Покупаю 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 Привычно Она длинная Такая Фрукты Ягодки Клубничка Тут у нас Готов Только салатик Доделываете Фарш 245 Куриная Рулечка Сало Генеральское Боже Какое Оно красивое И вкусное Но Килограммчик Придется Отварить За него 840 Гривен Салаты Ой Какая Интересная Капуста По-моему Это цветная Только какой-то Вид Брокколи Шитаки Или бочки Ну И тоже Много разных Помидорчиков Только странно Почему это Все в разных Местах Стоит Магазин Большой Я к такому Не привыкла Ну Мне кажется В таких Огромных Магазинах И тратишь Больше Денег Потому что Выбор Больше И все Хочется Купить Хамончики Баштеты Вот Они Ножки Ух Какая Свечка Бомбическая Я обожаю Свечки Старовинная Свечка Стоит 405 Гривен Круто Даже Посуду Нужно Купить Для Вина Сырые Всегда Хотела Попробовать Козий Сыр Но Почему-то Никогда У меня Не доходят До него Руки Напишите Расскажите Вкусно Нет Лишь Какой-то Посторонний Запах Сыр Такой Сыр Палочкой Обеды Язычок И Обеды Много Шампанского Артемовская Наша Но Сейчас Кстати Я посмотрела Одесская Область Его Делает Язычок 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 О Пасочки А Какая У нас Здесь На паске Сейчас Будем Смотреть И Изучать Колбасные Бойрубы Ну Реально Все Чистенько Аккуратненько Все В пленке Вот Паски Ребята Сначала Подумала Что Пасочки Стоят 30 Гривен Штучка Самая Маленькая Вот Такая Но Нет Какая Пасочка Стоит 95 Но Они Тяжелые И Увесистые То есть Это Не такие Знаете Воздушные Хотя Вот Это Воздушная Но И Она Стоит Дешево За 50 Гривен Творожная Паска Красивая Но Небольшая 165 Здесь 451 А вот Такая Уже Больше Сейчас Покажу Вот Такая Крупненькая Это Уже Панекон 351 Меньше 10 Долларов Я считаю Что Цена Приемлемая Ну 220 Смотрите В Шоколаде Кто Печет Свои паски Конечно Ж Бегите А мне Проще Купить Так как Я С тестом Совсем Дружу Да и Зачем Мне Куча Пасок Ой Рыбка Симпатичная Прямо Силе Силе Усылается 255 255 За килограмм Вот На 90 Гривен Несколько Кусочков Я Наверное Смир Красная Рыбка Смотрите Здесь Наборы 184 184 Сыры Я покажу вам еще полинарию, чтобы не затягивать это видео Так как это не обзор магазина, но все же вам такие видео интересные, вы всегда просите поснимать цены на продукты в Киеве И сама я люблю, кстати, такие видео смотреть у других плагеров с разных городов и разных стран Мандора 564 Ну это сладкое, я вина и шампанское люблю, сухие и полусухие Салатики Я дякую пока я делюсь Котлетки А тут гриль Ой, перепелочки смажены Стейки Шашлычки Просека На днях пила Очень вкусная Брюд То есть это сухое, сухое, сухое Акция 270 гривен Крупы разные Масла Вау Я вам сейчас покажу потолок в рыбном отделе Смотрите Рыбки светящиеся, это же круто Вообще классно Вот это продумали Ну и рыбка Копченая, печеная Все хочу попробовать Вот эту блатрит на голубая скумбрия Холодного копчения Она просто крупнее, чем обычная скумбрия Раза в полтора, в два Ну интересно, какое же там мясо на вкус А это корюшка И наборы к пиву Вот это очень круто Мне понравилось Здесь у нас свежая рыбная продукция Натотения Сто лет я нигде не видела Это натотению Скумбрия 174 Купка кольки летом С 100 грамм 115 Можно купить валюсинки Квастики рыбьи И стейки Получается 1090 Семка стейк Ну у меня на районе дешевле Даже по 700 чем-то можно найти Креветочки Наборы Из морепродуктов В общем Такой магазин Сейчас еще попрожу Креветка, смотрите Сколько ее здесь По 340 грамм за килограмм И пройдусь по этому ЖК Райончику Люблю походить по новым местам Молочная продукция В общем, все Выключаюсь А вот к пасочкам Сколько всего И панеттоны 250 220 230 Не выдержала Душа поэта И я купила Селедочку Так что, скорее всего На ужин У меня будет Молодая картошка Селедка Селедка И салатик С капустой Огурцом Редиской Ну, такая вот у меня фантазия Пройдусь по райончику По новому Я люблю Как я уже говорила Новые места Там за мной Макдональдс остался Если хотите Зайду Покажу Что у нас Макдональдс Продаю Я, конечно Такую Ну, ем Может Раз в году И что-то съем Смогла нам Сем И покажу Вам этот район Мне само Он очень нравится Так что Буду ждать Вот такой Жилой дом Лишки Курасаны Галя Балва На заморозке Я вам уже На своем районе Показывала Но многие Кстати Вот эти Галя Балваны Работают по франшизе Поэтому У них ассортименты ценные Могут немножечко Отличаться Ой, классный Какой крутой Холодильник Банно Все 100 грамм 38 Здравствуйте Я хочу подивитись Дякую А вот это Вже готовые Вторые блюда Это новинка Да У вас появилась Ну это Очень удобно Круто Дякую Такие же Ассортименты Как у меня На районе Киши Сырнички Очень вкусные Кстати Сырнички И супчики А сколько Например Супчик С фрикадельками Кошки 187 и 205 Это на две порции На два литра На два литра Все Дякую вам Боже Очень удобные Такие магазины Покупаешь Заморозку И какой-то Салатик Сверганил Или супчик Сварил И не надо Стоять Часами У плиты А я все-таки Решила Зайти В Макдональдс Может быть Купить себе Мороженое Тоже Я очень редко А что так нелюдно В Макдональдсе Обычно На улице Всегда Все занято Или Время Такое Выбрала Что люди А внутри Ничего Не получится Ну давайте Хотя бы Посмотрим На меню Цены Меню 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 Мак Меню Вам Пожалуйста 236 204 193 255 Биг Тесте Меню Очень Вкусный Ой Я почти Уже Его Себе Заказала Неоднократно Показывала Вам В сторисе Вот это Здание На бывшем Проспекте Победы Авеню 53 Здесь Вот такие Фигурки Обалденные Я с ними Всегда Сторис Снимаю Смотрите Оп И они Ну здоровенные Я потом Подойду К нему Поближе И сниму Чтобы вы видели Ну наверное Раза в два Меня Выше Напоминает Как Олег Сказал Статуи Батуми Ниной Али Которые Вот так Переплетаются Ну круто А это Очередь Машин На Туннельную Автомойку Быстро И удобно Стоимость 200 гривен 5 долларов Трубо говоря Помыть машину Помыть машину Ух ты какой Мустам А вот еще один Сидит Жалко Машину Припарковали И я вам Не могу Показать Со всех сторон И на газоне Еще один Тоже сидит Ну классно Кто-то же это Придумал Все Да Вот он Ну и прохожу IQ Хотел Новый Я вам это место Уже показывала Где Вот такие Несурки Стоят Люди Проходя Фоткаются Но я Не буду Так точно Я уже думала Не делать Рубрику Распаковка Но все-таки Кое-что Я прикупила Это Травичка Для Котыка Твоя? Ну я же Не могу Ничего Здесь взять Рож Ладно Консервы Тоже Прошли Кушать Хочет По столам Ходит Но я Разрешаю Авокадо Сметанка Клубничка Захотелось 150 гривен Килограмм У нас Сейчас Стоит Делите На 4 На 40 Получите Цену Долларов Вот такой Рулетик Решила Куриный Взять Попробовать Вроде бы Хороший Состав И КБЖУ Тоже И Заказали С Олегом Вот такой Держатель Для телефона Я Я буду Снимать Свои Влоги Вот так Можно Поставить А вот И Сам Держатель Оп Ну и Повернуть Куда Хотите Ага И так Можно Еще Отлично Так Так Ну и С И С Вами Была Валя И Проша Временно без Олега Чаще просите показывать котика. Вот он, пожалуйста. Но сниматься он не любит. Вообще просто отворачивается. Видите, даже сейчас голову вниз опустил. И фотографироваться тоже не любит. Ну, покажи зрителям. Все. Всех целуем. Всем пока. Все. Продолжение следует. Продолжение следует.